Григорий Томилин вот уже 20 лет работает нефтяным сапёром. Партия, которую возглавляет мужчина, готова стрелять по скважине. Но сначала нужно как следует подготовиться. С помощью геофизического кабеля бригада спускает прибор под названием прицел. Своего рода имитатор заряженного снарядами перфоратора. С помощью него определяется интервал прострелов. На данное время у нас сейчас производится задача 58. То есть взрывные работы или, попросту говоря, перфорация на кабеле. Без привязки, без исторической записи мы точную глубину не сможем установить. Только по спуску просто прибора. Из-за этого, для этого, после этого спускаем прибор прицел. У нас в данное время диаметр 89 прицела. На бортовом компьютере вся картина того, что происходит в этот момент под землёй. На взрывы обычно уходит до 12 часов, но временной диапазон может варьироваться. Это же всё идёт время спусков. Каждый спуск, подъём производится. Это в среднем полтора-два часа, а не меньше. То есть, опять же, зависит от глубины пласта. Может быть, мы будем стрелять на 2000, может быть, на 3000. Для чего нужен этот метод? Рано или поздно, говорят специалисты, каналы буровой скважины загрязняются. Чтобы их очистить, прибегают к вторичной перфорации. Таким образом, приток жидкости, в данном случае нефти, усиливается. То есть, в процессе перфорации создаются каналы, цементные камни, горные породы, по которым у нас пластовый флюид из пласта притекает к скважине. То есть, создаётся такое улучшение гидродинамической связи между пластом, пластом и скважиной. А вот тот самый заряженный автомобиль. В нём находится кумулятивный перфоратор с глубоко проникающими зарядами. Работы пройдут на глубине 2600 метров. Всего запланированы три спускоподъёмные операции. На данный момент, значит, мы спускаем перфоратор кумулятивный, корпусной. Он срабатывает, работает, и все заряды, которые срабатывают, они стоят в скважине. Мы поднимаем практически пустой заряд. После того, как прицел снова оказывается на поверхности, заказчик сопоставляет нынешнее состояние нефтяной артерии с историческим материалом и даёт разрешение на взрывы. Перфорация на данной скважине завершена успешно. Как она себя чувствует после процедуры, покажет уровень нефтеотдачи. До конца года на территории дружного месторождения прострелочно-взрывные работы планируют провести ещё порядка 15 раз. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для новостей.